Здравствуйте! В эфире итоговая программа Факт в студии Сергей Довгалюк. Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и в других регионах – это следствие глобального кризиса, который переросся в пределы экономической и финансовой сферы, сказал президент. По данным Интерфакс Запад, вопрос о возможной встрече президентов стран Тройки Таможенного Союза с приглашением президента Украины находится на рассмотрении, заявил сегодня в Минске журналистом исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым идею проведения в Минске на высшем уровне переговоров о ситуации на Украине, пишет Интерфакс Запад. Главы государств также обменялись мнениями о состоянии двустороннего сотрудничества и развитии Евразийского экономического союза, ратификации договора о ЕАЭС и присоединении к нему Армении и Кыргызстана. По данным Интерфакс Запада, в ближайшее время будет достигнута договоренность по иранской ядерной программе, которая удовлетворит все стороны, уверен президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он также сообщил, что в следующем месяце в Казахстане ждут президента Ирана Хасана Рухани с первым официальным визитом. Глава государства подчеркнул, что политические и экономические связи между странами укрепляются из года в год. По итогам переговоров главы МИД Казахстана Ирлана Идрисова и его туркменского коллеги Рашида Мередова, в Астане принята программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2015 и 2016 годы, сообщает Интерфакс Казахстан. Особое внимание в ходе переговоров было уделено необходимости активизации сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах. По данным казахстанской страны, в 2013 году объем товарооборота Казахстана с Туркменистаном составил 392 миллиона долларов. По данным Интерфакса, комплексные учения с коллективными силами оперативного реагирования ДКБ в взаимодействии 2014, в ходе которых будет отрабатываться применение воинских контингентов и формирование сил специального назначения в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, пройдут с 18 по 22 августа в Казахстане. Целью учения является совершенствование слаженности в подготовке боевых действий и управлении войсками. Учения пройдут в три этапа на полигоне Спаск в Карагандинской области. О городских событиях вы узнаете во втором блоке программы «Факт» после небольшого блока рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Врачи-терапевты одной из больниц города незаконно выдавали рецепты на наркотические и психотропные вещества. Факт наркопреступления был выявлен в ходе операции допинг, которая проходит на территории области с 11 по 15 августа. В настоящее время в отношении врачей, занимавшихся незаконной медицинской деятельностью, возбуждено уголовное дело. В ходе проведения ОПМ-допинг была осуществлена проверка медицинских учреждений на предмет соблюдения правил обращения с наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, 68- и 53-летние врачи-терапевты одной из больниц города занимались незаконной медицинской деятельностью и незаконной выдачей рецептов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ. То есть они выписывали рецепты на психотропные препараты Реналиум и Брюзепан с нарушениями, конечно. Актюбинская фемида сегодня приговорила группу актюбинцев к длительным срокам заключения за нефтяные махинации. Задержание подсудимых было произведено еще прошлым летом в центре города. Среди них оказались и двое граждан Молдовы. Члены группировки использовали банковские счета на Багамских островах. За 8 месяцев они похитили свыше 700 тонн нефти из-за консервированных месторождений в Актюбинской области. В общей сложности ОПГ, в которые по версии следствия входили 9 человек, нанесла ущерб государству 137 миллионов тенге. Главарем группировки числился гражданин Молдавии. Именно ему пришло в голову приобрести в Казахстане ворованную нефть и реализовать ее на рынках соседних областей. Для этого он стал соучредителем одной из атраусских фирм и начал налаживать необходимые связи. За несколько месяцев своего существования ОПГ смогла реализовать сотни тонн актюбинской нефти. Обман раскрылся в прошлом году, когда траусские опера задержали 11 цистерн с черным золотом. Далее последовало задержание как главаря группировки, так и ее активных членов. Им было предъявлено обвинение по 8 статьям УК РК. Сегодня в их отношении был зачитан приговор. На основании статьи 58 часть 3 путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательным отбытием Алиенову определить 9 лет решения свободы в исправительной колонии общего режима с решением права заниматься предпринимательской деятельности с уроком на 2 года с конфискацией имущества. Правда, за колючую проволоку отправились далеко не все фигуранты дела. От 8 до 10 лет в колонии общего режима получили 6 рассужденных. Троих подсудимых суд оправдал за недоказанностью преступления, хотя им также было предъявлено обвинение по 8 статьям УК РК. Их выпустили из зала суда. При этом судья еще продолжал зачитывать приговор в отношении остальных фигурантов. У осужденных в руках оказались пакеты с вещами. Изъяты уже сам, но указу системы мост, фронтиер, овалов, изъяты, кухон, логиновый обратительный код государства. Пять журналов учета производственной деятельности НПК КРОВА, три журналов учета ННТ. Отметим, что задержание УПГ было произведено прошлым летом. Это стало одним из громких дел Октябрьской финансовой полиции. Акмирал Майкуз, Вожеслав Жубаев, программа «Факт». Наказание в виде двух лет ограничения свободы получил бывший замначальника ДВД области за незаконное приобретение, хранение и перевозку боеприпасов. Приговор был оглашен сегодня в городском суде номер 2. Как оказалось, два года назад, являясь сотрудником органов внутренних дел и зная об уголовной ответственности, 44-летний мужчина незаконно приобрел 60 автоматных патронов за 3000 тенге. Кроме того, он незаконно хранил их в своей квартире с декабря 2012 года по сентябрь 2013. В книжных магазинах «Октубой» уже наблюдается очереди. Там за школьную литературу приходится выкладывать немалые деньги. Тем временем в Минобразовании открыто заявляют, что государство не обязано обеспечивать бесплатными учебниками школьников. Мнение горожан по этому поводу сегодня выслушала Лиза Ца Киева. Как вы думаете, государство обязано обеспечивать бесплатными учебниками школьников? Конечно, смотря какое материальное положение. Есть родители, которые могут позволить себе, а есть, которые вообще, которые двое-трое ребятишек, им же трудно. Мне кажется, надо государству заботиться об этом. Раньше мы сами школу давали, когда мы учились, а сейчас все приходится покупать, поэтому дорого. Я думаю, что неправильно. По вашему мнению, государство все-таки должно помогать не только малоимущим и другим категориям, но и обычным? Это растущие поколения Казахстана. Пускай помогает. Я думаю, что государство должно взять все это на себя, потому что, знаете, книги очень дорогие, всего на один год, а потом их никуда не денешь, они просто будут лежать и валяться. Несмотря на то, что большинство опрошенных съемочной группой горожан считают, что именно государство должно обеспечивать бесплатными учебниками школьников, в МОН конкретно заявляют обратное. Чиновники по традиции намерены охватить лишь отдельную категорию школьников. В том числе будут получать дети-сироты, многодетные из семьи, дети многодетных, малообеспеченные, дети, которые находятся в длительном лечении и дети, которые получают адресные помощи. В этом учебном году нам выделили 31 миллион тенге, получаем мы где-то 52 341 экземпляров учебников. Пока в октябинских магазинах и базарах битва за учебники не наблюдается. Некоторые родители, правда, прямо с утра встают в очередь в книжный магазин в надежде приобрести необходимую литературу для своих детей. Но даже выстояв пока небольшую очередь, многие не могут купить то, что нужно. Причина в том, что в магазины, к примеру, те, что продают книги издательства «Алматы КТАП», учебники имеются пока не для всех классов. Тем не менее, продавцы уверяют, в этом году отечественные издательства не запоздают ни с отгрузкой, ни с доставкой. В этом году меняются 3 и 10 классы, получается, 2014 года выпуска. В наличии у нас сейчас имеются учебники издательства «Алматы КТАП» для младших классов и для дошкольных учреждений, то есть для садиков. Почему со школьной литературой постоянный нервотрепка родители не понимают, в частности те, чьи дети родились в 2005 и 1998 годах. Книги для них МОН переиздает каждый год, поэтому позволить себе купить книги бывшие в употреблении уже не получится. Возмущает это частое переиздание школьных учебников, потому что нам каждый год приходится покупать по-новой. А вот эти, которые они прошли, уже на следующий год непригодные. Один новый комплект для ученика среднего звена обойдется в 15-20 тысяч тенге. Стоимость одного учебника около тысячи тенге, а весь комплект, к примеру, для второго или третьего класса обойдется в 11-13 тысяч. Эти расходы заметно ударят по карману каждой семьи, где есть школьники. Продавцы, в свою очередь, говорят, что цены в этом году на школьные книги якобы не поднимались. Цены варьируются от 400 до 600-700. В зависимости от учебника какого класса. По сравнению с ценами алматинскими, они все-таки на чуток выше, да? Да. Соответственно, исходя из того, что есть транспортные расходы, доставка из Алматы до Ахтебе, и наша наценка, которая фиксируется нашим договором официальным, так как мы являемся дистрибьютором. Соответственно, цены выше, чем в Алмате. В общем, на партах сейчас можно обнаружить всевозможные пособия, как красочно иллюстрированные, так и не очень. Есть учебники и по труду, и по музыке, и даже по физкультуре. Причем МОН, руководству каждой школы, дало право самим выбирать по учебникам, какого издательства они хотят работать. Программы, методики в каждом учебном заведении нынче свои. Кстати, единственный в Ахтебе магазин издательства «Атамура» больше похож на крепость. Именно здесь реализуют государственные учебники по фиксированным ценам. Но узнать у продавцов, какова же стоимость книг в этом году, не удалось. Продавцы, несмотря на разрешение на видеосъемку директора магазина, просто накинулись на видеооператора. Еще одна более-менее полезная информация. В этом году большинство учебников для начальных классов выпустили в мягком переплете. Впервые в целях уменьшения веса школьного портфеля. Лизация Киева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Новое асфальтовое покрытие на дороге от Орской трассы до села Козылжар в эти дни радует не только автолюбителей, но и остальных сельчан. Однако говорить о том, что проблема бездорожья решена пока еще рано, такой точки зрения придерживаются местные жители. По их словам, особенно трудно им приходится в осенне-зимний период, когда добраться до трассы от района новостроек зачастую бывает невозможно. Эльмир Иржанова расскажет подробнее. 70-летний Амангалит Урумбетов бойко запрыгивает на сиденье велосипеда и едет по своим делам. Макс Акал признается, в преклонном возрасте он просто вынужден передвигаться на двухколесном транспорте. Говорит, по-другому нельзя, так как на бездорожье автомобили часто застревают в ямах, а осенью в грязи. 50 лет не ездил, не нуждался, теперь вот вынужден ездить надо. Жалоб у сельчан более чем достаточно. Говорят, летом еще ничего, а вот зимой приходится туго. Малышей за руку ведут в детские сады и школы пешком в старую часть села, а это более трех километров дороги. Автобус к нам не заезжает. Вот видите, пешком идем. А что делать? С основной дороги потом и садимся. Кто на автобус, кто-то пользуется услугами такси. Тяжело, конечно, особенно жалко детей. Скорая помощь к нам не приезжает. Заболеют внуки, лечим дома. Почему бы не обратить внимание на наши нужды? Мы ведь живем в современном цивилизованном мире. Стыдно даже становится просить элементарные вещи. На сегодняшний день за течение двух лет в периоде в данном районе было отремонтировано две дороги с учетом сегодняшнего ремонтируемого участка. Также нами в перспективе будет рассмотрен вариант, конечно, о дальнейшем включении в план работы и разработки проектированной адаптации в поселке Козылжар. Между тем, ремонт дороги от Орской трассы до села Козылжар продолжается. Участок дороги протяженности более трех километров ремонтирует ТОКТП. На данный момент подрядные организации выполнены работой по укладке нижнего слоя асфальта толщиной 6 сантиметров. Остался верхний слой, он появится сразу после того, как будет укреплена водонапорная труба под дорогой. На капитальный ремонт участка дороги выделено 92 миллиона тенге бюджетных средств. Срок завершения работ 15 сентября этого года. Эльмира Ажанова, Сергей Калашников, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин